Друзья, всем привет и вы на канале Ушатайка. Для Макса Топора недавний турнир РЕН-ТВ не закончился боем с Максом Новоселовым, который, прямо скажем, получился далеко не самым зрелищным. Тренеры Светлана Андреева и Альберт Кармазян обвинили Топора в сдаче боя. Возникла словесная перепалка, которая привела к тому, что Кармазян пробил молниеносную двойку. Примирения не случилось и конфликт перетек уже в соцсети. Впрочем, вы об этом наверняка и так прекрасно знаете. Ну а в среду стало известно, что Топор написал на Кармазяна заявление в полицию из-за того, что тот ударил его по лицу. Итак, что же будет в этом материале? Во-первых, очень жесткая реакция Кармазяна на жалобу Топора. Во-вторых, версия Топора по поводу причин конфликта. С ним наш корреспондент из Ламбабаджанов поговорил до заявления в полицию. И версия Кармазяна. Поехали. Узнал, что Макс Топор решил перевести конфликт с собой в юридичную. И написал заявление в политическую просьбу провести, например, по факту избиения. Я, честно сказать, просто в шоке. У меня нет слов, у меня одни эмоции. Я просто не могу себе представить низость этого человека. Просто низость. Я в таком шоке. Просто это не описать одними словами. Я вам говорю. Человек, который сам провоцирует конфликт, продает, продается. Просто человек, который продается, еще и пойдет сейчас пишет заявление на меня. Да пускай пишет сколько хочет он. Что он о себе думает? Я просто не могу понять, что он о себе думает. Кто он? Что он? У меня нет слов по этому поводу. У меня одни эмоции очень сложно уместить в слова, если честно. И я такого, ну что, что, но такого я от него не ожидал. Такой подвык поступок. Короче, где я его увижу, где я его увижу, я там с него за это и спрошу. В любом случае. Это уже не по-человечески просто. Это уже переходит в другую сторону. Будем с ним разговаривать. В любом случае. Где бы я его не увидел, он получит свое по заслугам. В таком случае это будет усугубление с юридической части, опять же. Пускай действует. Пускай будет усугубление. Я, знаешь, я сделаю то, что я должен сделать. Я ответственность я тоже понесу за то, что я должен сделать. Если он думает, что он может вот так поступать, тогда и с ним я буду поступать соответствующе. Я просто не могу себе в голове уместить, что у человека в голове, что им движет, каковы его мотивы, чего он хочет добиться просто. Почему топор решил спустя несколько дней обратиться в полицию, а не сразу? Потому что он по жизни ведет себя, как пчелка. Он не может решение принимать сходу, принять решение и сделать. Он такой, знаешь, мнимый, посомневается тысячу раз, короче. Человек без какого-либо внутреннего стержня. Человек без каких-либо принципов. Без чувства благодарности. Поэтому он, знаешь, посидел, посмотрел, что это все это вылилось, пошел, написал на меня заявление. Не хочу я на три буквы послать, но такие люди, знаешь, недостойны даже того, чтобы их имя звучало из моего рта. Потому что каждое мое слово дороже, чем все, что они говорят вместе взятые. Пускай сядут со мной за стол, выйдут в прямой эфир, диспут сделаем и поговорим, кто был прав в той ситуации и кто нет. И о постанове боя тоже поговорим. Ты заметь, я сейчас посмотрел интервью, знаешь, там мне скидывают иногда, я просто в комментарии в это не вникаю, у меня свои дела есть. Меня скидывают интервью и так далее. Я смотрю, там, Новосовок меня по ММА вызывает. Просто, что за это, блядь? Почему по ММА? Почему по ММА? У вас же поединок был боксерский. Сомневается вы себя? Дядя Максим, 50 лет, куда вы прете? Куда вы прете? По какому ММА? В общем, вы же говорите без хайпа. Я вашему другу ответил, что в любое время, в любом месте на спарринг без камер приду. Ответа не последовало. Поэтому перестаньте, пожалуйста, хайпиться на этой ситуации, которая вообще не должна была происходить. Я не горжусь своим поступком, но я ведь не сожалею об этом. Я сожалею только об одном, что я ему после бокового не добавил апперкота и не уложил там спать. Пожалел его. Вот об этом я жалею единственное о чем. Просто написать, прикинь, прикинь, просто вот по-человечески, да, не как же, прикинь, вот пойти и написать заявление после такой ситуации. Когда вся страна смотрит, как ты будешь решать этот вопрос, пойти и написать заявление. На решение своего личного вопроса, понимаешь, это как охренеть просто, просто охренеть. У меня нет слов, одни эмоции. И мы видим эти двоечки, где-то сбило настройки в голове. А вся эта ситуация с заявлением как-то тебя пугает, насараживает или еще что-то? Слушай, меня, знаешь, как я тебе скажу, меня в жизни пугает только одно, это когда мой отец в плохом настроении и звонит мне, говорит, ты где? Вот эта ситуация меня прям максимально пугает всегда. А все остальное меня не пугает, знаешь, я готов в жизни ответить за свой любой поступок. Поступок был совершен. Да, я не хотел, чтобы это было там на камеру, я не знал, что там камера. Я не хотел, чтобы это выдевалось в свет. Но тем не менее поступок совершен. Я за этот поступок полностью готов нести ответ. И с любым человеком сесть, и в том числе с любым лицом, да, скажем так, и в том числе с государством, и объяснить ситуацию произошедшую. Поэтому меня не настораживают, я верю в дача правосудия, я знаю, что там, что справедливо будет, да, все же это знают. Поэтому, что сказать, что будет, то будет, мы ко всему готовы. Я все хочу, чтобы он услышал. Правоохранительные органы пока не связывались с собой, по факту этого дела. Правоохранительные органы. Правоохранительные органы скинули там буквально минут 30, может быть, назад. Минут 30 я увидел, я просто, я сначала с пупора поймал такое, знаешь, я не знаю, что сказать. Ну что, что сказать про этого человека. К нему без принципа ничего. Просто бескребетным, никакого морального принципа, никаких понятий человеческих, ничего святого, просто. Его икона, его бог это деньги, он просто раб бумаги. Слушай, ну эмоции, я думаю, такие не улягутся. Я думаю, ни один уважающий себя мужчина такие эмоции просто так себе, ну, как бы не угомонит. Потому что, во-первых, я не ожидал никогда такой ситуации. Я 32 года живу, у меня такого вообще не было, что в мою сторону кто-то вообще такое близко позволил. Понимаешь, такие вещи. Вот, тем более на глазах у моих родных и тем более тогда, когда я этого не ожидаю. Еще после боя, понимаешь, то есть я выхожу, мне плохо, а после нескольких нодаунов я выхожу из туалета, и, ну, меня до сих пор шатает. Я вообще даже и подумать не мог, чтобы мне прилететь просто, понимаешь, на ровном месте, что бы там ни было. И я считаю, что, ну, как бы любой мужчина, даже если что-то, о чем-то хочет поговорить, он просто говорит, пойдем выйдем, либо отойдем, да, и разговариваем. Ты уже говорил, выражаясь простым языком, о том, что бой ты не сливал. Можешь привести конкретные аргументы почему? Конкретные аргументы почему? Первое. У меня не было на то причин, потому что все знают, кто ставит ставки, допустим, да, как я узнал, что бои в основном сливают из-за ставок. Ставки там были минимальные, нет смысла сливать бой за такие ставки. У меня гонорар в десятки раз больше. Это первое. Второе. Я когда поднялся после нокдауна, я рефери, там слышно, говорил, что я готов продолжать бой. Дайте мне продолжать бой. Но он остановил этот бой. А третье. То, что говорили, я специально падал. Все те, кто говорят, что я специально падал, пускай напишут Максу Новоселову и выйдут хотя бы с ним раунд один постоять. У него даже, ну, от физухи, понимаешь, там через блок, это кажется так, да, что попадания нету. А через блок от физухи просто ноги подкашиваются. Тем более у меня были проблемы со здоровьем. Тренерский штаб это знает, да, что у меня было жесткое отравление. Отравление, жесткое отравление. Я со 108 до 102 килограмм похудел. Я на бой, я обычно выхожу 108, выходил 102 килограмма в этот раз. Меня там капельницы ставили, да, что в чувство приводили. Меня вообще собирались с этого боя снять. И они об этом знали. Я просто во втором раунде задохнулся, словил гипоксидию. То есть никакого. И мне больше, мне самое, понимаешь, для меня самое оскорбительное, то, что я не оставлю, это не то, что он меня ударил после боя. Это все ерунда. А то, что меня оклеветали. То, что мое имя, понимаешь, вот так вот взяли и на всеобщее выставили. Что я типа предал, что я предатель, понимаешь. Вот это меня задало. Не то, что он меня ударил. Это все ерунда. Я еще тысячу, десятки тысяч ударов выдержу. И сотни боев проведу. Ладно, тут бы есть, если бы один тренер, но тут два тренера так считают. И подавляющее большинство зрителей также полагают, что ты, грубо говоря, слил бой. Почему у людей вот сложилось такое впечатление? С чем это связано, на твой взгляд? Ну, смотри, во-первых, неподавляющее число зрителей. Взрослые люди. Давай разделим зрителей на взрослых адекватных людей, которые адекватно воспринимают информацию. И на диванных экспертов, которых, как ты говоришь, большинство, которые вообще не имеют никакого отношения к спорту. Да, они, может быть, так считают. Потому что они никогда в жизни тяжелее килограммовой гантели ничего не поднимали. А те, кто взрослые люди, те, кто знают Макса Новоселова и так далее, понимаешь, они совершенно другого мнения. У любого вот сейчас спроси даже, кто выступает в ММА, в поп-ММА, просто им задай вопрос. Кто вообще с Максом Новоселовым? Окей, давай начнем с того, кто с Максом вообще готов был выйти. Да никто. Кто с ним выйдет? Посмотри, как он убивает людей, у него на следующий бой, на следующий день по ММА был бой. Он там чувака забил просто, аж хруст стоял на весь зал. Профика тоже, понимаешь, своего веса. Тут я на 40 килограмм легче него. У меня бэкграунд, я полтора года занимаюсь, 10 боев провел, а он занимается всю жизнь этим. Ну, давайте будем, ну, как бы разделять. Понятно, что для меня было это испытание. Естественно, я на смелость и на храбрость вышел. Естественно, я понимал, что у меня шансов там практически нет. Но я хотел, действительно, думал, хотя бы, ну, по очкам как-то подвигаться, 4 раунда вывести. Но ринг был не такой, как с Большим Папой в прошлый раз. Да, если в Самаре у нас был огромный ринг, там можно было бегать, то тут не побегаешь. Если не брать во внимание тот факт, что Альберт Кармазян понятным образом на эмоциях после твоего поражения кричал на тебя, кто стал инициатором той драки? Ну, естественно, он, а не я. Как я вообще, ты когда-нибудь видел, чтобы я был инициатором какой-либо драки? Нет, я просто увидел одно видео, как ты кричишь на него, что-то вроде из области, послушай ты меня. Слушай, говорю, не трогай меня сейчас с этим, слил бой, не слил, я говорю, не сливал бой, я говорю, дай пройти в раздевалку мне. Отойди, говорю, дай пройти в раздевалку. А он мне в ответ говорит, нет, ты никуда не пойдешь, вот это вот свое я, понимаешь, показывай, ты никуда не пойдешь. Да кто ты такой вообще в этой жизни, чтобы мне рассказывать, что мне делать вообще? Вообще тебя знать никто не знал. Я тебя пригласил, мы с тобой, ну, начали общаться, он, понимаешь, он братан, братан, братик, братишка, понимаешь, все время, а здесь как только-только сразу вот это эго полезло, вот это вот я полезло, понимаешь, слава богу, что оно сейчас вылезло, то братишка был, братишка, а здесь тут смотри какой, сразу такой из себя весь возомнил, понимаешь. Также на видео я заметил, что ты приблизился к нему, что ты хотел в этот момент что ты хотел в этот момент от него? Я хотел пройти, я просто не то, что к нему приблизился, я пройти хотел, я хотел пройти, я говорю, дай мне пройти в раздевалку, мне плохо, у меня сотрясение, у меня кружится голова. Любой спортсмен тебе скажет, вообще любой человек, любой врач адекватный, что вот то, что он сделал, может вообще стать фатальным для здоровья. Спортсмена неизвестно, что там после боя. Ну вот, вообще не пойму, что мы, ну как бы, что об этом разговаривать, здесь, ну как бы, здесь все предельно ясно, все видно на видео, вот, и, ну, нужно максимально, когда жестко решать, просто человеку показывать, наказывать, показывать, что так делать нельзя, и показать абсолютно, ну как бы, всем, чтобы неповадно было. Понимаешь? Итог нашего конфликта, то, что он запомнит меня на всю оставшуюся жизнь. Я буду в самых страшных снах ему снится, в его голове буду постоянно. Он будет засыпать и просыпаться с мыслью обо мне. То есть я правильно понимаю, что после той драки между вами еще не состоялась беседа? Никакая, абсолютно. Он подходил, извинялся, там, ну, он извинился, да, там, перед женой подошел, да, то, что он, ну, как бы, этот сам там себе позволил все. Но, но, понимаешь, то, то, что ролик уже влетел в социальные сети, то, что это набрало общественный резонанс, здесь это уже оставлять, ну, никак нельзя. Если мы с ним один на один могли бы там встретиться, да, если бы ролик не залетел, вот, и решить этот вопрос, то теперь мы его будем решать максимально жестко. Нет, ты понимаешь, мне со всей страны люди звонят, со всех городов. Алло, Макс, кто это, где это, где он? Давай мы просто на куски его разорвем. Я говорю, стоп, не надо ничего, это мой личный с ним вопрос, личный с ним, и мы его, как мужчины, будем решать. Я его буду решать. Мое имя задето. Вот, поэтому не надо ничего. Ты представляешь, сколько людей меня знает, и сколько людей со всех регионов позвонило, просто, просто вот, 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 ну, готовы вообще на любые, действия вообще, после увиденного. Что мог бы сказать у тренера Светланы Андреевой? Она, по всей видимости, отвернулась от тебя, это, ну, так скажем, большой удар от тебя, потому что она имеет вес. Слушай, это для меня вообще не удар, отвернулась и отвернулась. Для меня единственный удар, я сказал, какой, это то, что меня оклеветали. Вот это для меня единственный удар. Все, другие удары я выдержу любые. Но, когда мне шьют то, что мне не, что я не допускал, понимаешь, вот это вот самый сильный удар. И за это, и за это я буду топить до конца. Пару дней назад какую концовку ты ожидал? То есть, условно, ваш конфликт должен решиться дракой, или профессиональным поединком, или простым диалогом. Слушай, да я вообще не сталкивать с мидрацией, если честно. Я пошел к нему после боя, как его тренер, и высказывал ему свое недовольство, все по полочкам, вот так раскладывал. Человек, как-то, знаешь, очень неуклюже оправдывался и начал на меня газовать, пытаться газануть, знаешь, на меня тянуться. Я ему на автомате двоечка, ему залетело, как, знаешь, ну, если говорить уже на его языке, на юридическом, это просто было самозащитой от, как бы, того, что человек на тебя тянется. Вот, я его не собирался там бить, я не хотел, чтобы это вообще куда-то выливалось, это все знают, и сотрудники РНТВ это знают, потому что я просил их, когда это случилось, я не знал, что это под камерами. Я, когда это случилось, меня менеджер его, Виталик Тарасов, вот хороший чипарин, он ко мне подошел, говорит, ты что, с ума сошел? Камеры снимают. Вот, я потом ходил и говорил, чтобы там никуда, как бы, не вылилось и так далее. А в следующий день я просто просыпаюсь, там оно уже везде. То есть, изначально не собирался его бить, я его просто, как бы, ему объяснял все, все его ошибки, не только в бою, а вообще по жизни, то, что он так сделал. То, что он просто взял и продал мою репутацию, как бы, репутацию Светланы Михайловны, ни о чем не подумал. Просто взял бой, слил, он его слил. Я не буду сейчас утверждать конкретно, что он его продал и кому он его продал, но я все знаю. Я буду говорить, что он слил бой. Может, продал, может, по остановку, просто я не знаю, что это, но это не настоящий бой, сто процентов. А в какой конкретный момент боя тебе показалось, что что-то и так в бою топора и Новоселову? Слушай, ну, в первом раунде, там, где Новоселов, вот его редкое, одно из попаданий, он там где-то его задел, и то, я не знаю, как топора так шатанула, там, он там на карнаты улетел, еще что-то. Знаешь, просто актер индийского кино. Актер индийского кино, вот ему пытались сниматься, было бы вообще четко, часто говорю. Попал, ну ладно, предположим, такой жесткий, тяжелый удар у Максима Новоселова. Топор падает там туда. Почему он его не добивает в первом раунде? Знаешь, почему? Потому что перед боем я ходил и говорил менеджеру, ставка будет такая, что топор упадет во втором раунде, конкретно во втором. Ты сам знаешь, как работают букмекеры, вот, и как они делают, там ставка на конкретные, то есть исход поединка, она очень большая. И то, что, знаешь, меня удивляет, что Новоселов, Новоселов меня в своих интервьюх здесь задевает, да? Хотя я его вообще не трогал, вообще, от слова совсем, он мне говорит, что два раза в жизни со мной познакомился. Я с ним знакомился на съемках сериала, ММА-сериал эти компании, они готовят сериал, как бы, про ММА, вот, по сюжету там, как бы, и я был вовлечен в работу над этим сериалом, я там бои, как бы, ставил, и там мы с ним и познакомились, он нам помогал в постановке боев, Новоселов, я участвовал в этой, ну, как бы, именно и в съемке, и так далее, оттуда. Там же познакомился с Топором, потом мы начали его тренировать, мы с ним после этого, когда начали его тренировать, к Новоселову ездили в зал, спарринговались, как бы, они между собой. То есть он не два раза в жизни меня видел, он хорошо знает, как меня зовут. Он просто сейчас, знаешь, решил, раз эта ситуация вылилась, просто грамотно подключиться к этому хайпу. Я не буду себе позволять какие-то, знаешь, утверждения громогласные в сторону 50-летнего человека, но упаси меня, Господь, чтобы я в 50 лет сидел бы в соцсетях, там, в сторисах кого-то, что-то отмечал, смешной детский сад. Топор мне сообщил о том, что вышел на бой после отравления, словил гипоксию, знал ли, что... После такого отравления, это Топор говорит? Топор говорит, возможно, было отравление, я не знаю, кто-то, возможно, его траванул, потому что я перед боем его выводил из-за поя. Я его выводил, я, блин, с ним нянчился жестче, чем с любым из моих братьев, двоюродных, да, и родных, и родной сестры, вообще, я больше с ним возился, чем с любым из своих родных, кровных родственников, понимаешь, я его выводил из-за поев, я его, там, как тебе сказать, волновался за то, где он будет ночевать, обеспечивал ему ночлег, да, не только я, мои друзья, как бы, из его компании, его же этих спонсоров, которые его спонсировали в лагере перед боем с Большим Папой и так далее. Это автоимпорт-компания, вот с ним, там, парень работает, вот у него он дома проживал, там, ну, в общем, ему все помогали вокруг, и Виталик Тарасов, менеджер Сорима был, ну, знаешь, на контроле, чтобы он вышел на бой, чтобы все состоялось, я ему помог, поэтому человек просто решил взамен на вот это, чтобы, ну, вместо того, чтобы сказать спасибо, пацаны, вы, ну, так, не знаешь, я был не в адеквате, и вы меня вывели, как бы, поставили на ноги, обратно, типа, запустили на бой, не дали мне эту часть свою упустить, да, Вместо этого он просто идет и сливает бой. А насчет того, когда я увидел, что он слил бой, он в первом раунде, во-первых, топора не добили, потому что ставка 100% была на второй раунд сделана, просто не добили, случайно попали и не добили. Во втором раунде Макс Топор случайно один раз попал тоже, Сверху Новоселову на него такой посмотрел, Топор сразу начал канатом отходить, вот с так расставленными руками. Где ты видел вот такую защиту в боксе, пожалуйста, и чтобы голову вверху оставлять? Он отошел канатом, ему там закинули какой-то корявый тычок какой-то, куда-то, даже не в голову, понимаешь, то ли в плечо, то ли в блок. Он падает, дрейфер и просто подбегает, вот так вот останавливает. Ну, после первого нокдауна он встает, и человек, который в нокдауне, черт, просто он еще заявление на меня пишет, ты представь, какого он человека? Я просто не могу, я не могу в это поверить, честно. Вот там на ринге такой цирк исполнять, и потом на меня писать заявление. Он сейчас, он там на ринге, получается, первый раз падает в нокдаун, а потом встает, да? И человек, который бывает в нокдауне, он никогда не будет думать за шоу там, за что-то там, он просто не понимает, где он находится. Я на тренировках пропускал, падал, я знаю, как его это, ты глаза откроешь и не поймешь, что происходит. А он встает и так громогласно, его спрашивают, ты готов? Он готов, там как будто берсерк какой-то, что за шоу, что за цирк просто? А после второго толчка он просто что, дрейфер подошел, подбежал, вот так остановил этот цирк уродов, невольным участником которого являюсь я, понимаешь? И меня вот это задело, не только я, и Светлана Михайловна, его менеджер тоже, Виталик. Почему наша репутация должна страдать? Вот та половина аудитории, которая четко во время просмотра понимала, что это постанова, если бы эта ситуация не вышла в свет, они бы думали, что команда причастна. Сто процентов все бы так думали. Зачем так делать? Приди, скажи, что пацаны, я хочу денег заработать, допустим, вот так, вот так. Чтобы вы знали, хотите, выходите со мной в угол, не хотите, не выходите. А это был подвод поступок. Кого он там называет подводом, я просто не могу вот это понять. Подвод называет меня, из-под тишка я его ударил. Из какого подтишка мы с ним стоим, конфликтуем лицом к лицу? А сейчас он идет пишет заявление в полицию. Молодец, топор. Просто мужество, level, 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 как говорится. Ты, если не ошибаюсь, говорил то, что, ну, в какой-то момент понял конкретно, что вот уже надо удар найти тот момент, когда он начал приближаться к тебе? Да, да. Слушай, это произошло вообще на автомате? Самооборона. Как еще раз? Это получается как самооборона уже? Ну, то есть ты... Да, если говорить в юридической плоскости, то это да, как самооборона. А по факту, если говорить, это, ну, ты если занимался спортом, то у меня есть такой рефлекс, знаешь, ответная реакция на действие. Если на видео посмотреть, видно, что я ухожу, мне говорят что-то в спину, я поворачиваюсь, сближаюсь. Мы друг друга расталкиваем, и в моменте потом идет движение на меня, и как бы вот это вот двойка. Для того, чтобы он остановился, опять же говорю. Я не собирался его травмировать, у меня не было намерения его там травмировать. Я знаю, что у него глазницы сломаны, поэтому я ему сюда в челюсть как бы мягко, быстро. То есть я акцент в конце на руке не ставил, чтобы рука жесткая зашла, понимаешь? Я просто хотел его остановить и вот в этом его порыве, понимаешь? Есть же видео из туалета, где я стою, я с ним по-человечески разговариваю, что-то на меня орет. Я опять, я кому-то это говорил, но я говорю, я невеликий тренер, я вообще далеко, да, и даже не спортсмен какой-то великий. Я просто парень, который занимался боксом, но понимает в этом деле, я могу что-то рассказать многим людям про бокс. Но если мы уже с ним начали такие отношения, что он сам меня попросил подготовить его к Вильданову, к большому папе, я его подготовил, все видели, за 21 секунду он этот бой выиграл. Где это видно, чтобы ученик просто открывал свой поганый рот на своего учителя. Тем более, когда учителю изначально я его не бил. Я же с ним просто разговаривал, я ему обоснованно приводил. Просто у человека закончились, он не может ничего тебе сказать, потому что ты ему все по полкам раскладываешь и начинаешь с тобой агрессировать. Вот за это он и был наказан. Я прям подчеркиваю это слово. Я там его не то, что ударил и избил, я его там просто наказал за его наглое поведение. Чтобы в следующий раз он имел понимание, что так не стоит себя вести. Хоть ты Макс Топор, хоть ты Макс Комета, понимаешь? Вот возвращаясь к теме ставок, буквально вчера Мамасилов был в прямом эфире в инстаграм. Он говорил, что якобы то, что он слил бой, это ново да и не более. Потому что, с его слов, не более трех тысяч рублей можно было поставить на тот или иной исход. Вот за день или два, относительно твоего вопроса, за день или два до боя с конторой, да, букмекерской, где делали ставки, она увеличивала лимит ставок до миллиона двухсот тысяч. Вот, она увеличила. Это было кратковное увеличение, обратно закрыли. Это первое. Во-вторых, это в приложении три тысячи рублей. Когда ты приходишь в офис компании, ты можешь поставить больше на события, потому что ты там приходишь с паспортом, третье, десятое, ну в общем. Я знаю, как работает этот бизнес. Не надо рассказать, зачем человек, вот смотри, ты не при делах, да, не при делах, не знаешь, ты никого, ничего не подкупал. Ты будешь вообще вмешиваться в эту ситуацию? Ну, я тоже не буду. Ну ладно, мы с тобой сошлись мыслями, да, например, у нас вот одинаковое видение, и ты не будешь, я не буду. Но знаешь, не зря же люди еще, не наши дедушки, не прадедушки, а их прапрадедушки все говорили, что наваляй и шапки горит, понимаешь? Еще вы хотите говорить конкретными словами, что типа ставки были 3000 рублей, там третье, десятое, ну это показания. Люди не знают, просто психологию обманывают. Пускай почитают, есть хорошие книжки про психологию обмана, я советую. Максим, вместо того, чтобы 50 лет вызвать меня на поле по ММА, пойди почитай книжки по психологии и топору это объяснить. Может быть, вам будет полезно, ребятки. Вот ты говоришь, что видел меня на открытой тренировке. Ты помнишь, как Макс резко хорошо работал передней рукой? Тап, тап. Мы все время ходили с ним, просто передняя рука, пап, пап. Почему этого не было в бою? Он бил куда-то в плечи. И давай просто ради прикола, вот ты же знаешь, что после нокдауна у людей как все нарушено, да? Их просто толкни, и он обратно упадет. Человек говорит, что он после трех тяжелейших нокдаунов. И чтобы он там не говорил про мои удары, у меня вес под 90, и все на видео видно, как удар был нанесен. Правильно поставили, с плечом, сколько надо. Ему залетела хорошая, я к чему? Ему залетела хорошая двойка в челюсти. Понимаешь? Но он не упал, он потерялся, но не упал. После трех нокдаунов, о чем идет речь? Какие нокдауны? Это был балет постановочный. Просто цирк с конями, как сказала Светлана Рахаловна. Мужчина. Ладно, Яслан, давай на связи, пойду разбираться.